Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, я сильно ревную свою подругу к другой её подруге. Когда она была с ней в ссоре, то мы общались нормально, она мне отвечала всегда первой, но как она вновь помирилась с ней, подруга стала больше проводить время не со мной, а с ней. Я была очень настроена, если они помирились из-за этого, я отвечаю своей подруге с холодом, ну то есть не так тепло и приветливо, как Ранжа. Я вообще очень ревнивый человек, почему я была не рада их примирению, как избавиться от ощущения, что подруга должна общаться только со мной. Ну, в целом здесь история про самооценку и про страхи, конечно же, а также про восприятие человека и себя в том числе. Как вот, знаете, ну такой, такой материальной ценности, я бы так и сказал. Вот, то есть это отношение к подруге в том числе. Это отношение к себе в том числе, как к некой такой вот материальной ценности, ну материальной ценности, ни много ни мало, вот. То есть это такая вот предметная, материалистическая ценность в данном случае, и соответственно это все нужно корректировать, вот. Да, в зависимости от того, что, собственно, доминирует. Если самооценка, если самооценка, то это одно, если страх, это другое, если травма какая-то, это третий и так далее. Вот, сначала нужно выяснить основание, да, то есть причины ревности. Второе, это потребность, которая, ну, выражается или проявляется в ревности, вот. Вот, из чего вы хотите здесь, хотите ли вы безопасности, хотите ли вы определенности, какой-то, вот, и так далее. Что это тоже нужно увидеть, отдавать себе в этом отсчет и, исходя из этой потребности, действовать, действовать. Вот, как мне видится. То есть речь идет о такой вот форме заботы о себе. Еще один важный момент касается вашего окружения. Еще один важный момент касается вашего интереса к жизни, к своей жизни, в первую очередь. То есть, ну, то есть, ваше окружение, то есть, то, с кем вы общаетесь, то, как вы общаетесь с людьми, зависит от вашего интереса к своей жизни. Вот. Если вам ваша жизнь интересна, например, то, с общением у вас проблем, вероятно, всего будет меньше. Если вам ваша жизнь неинтересна, то проблемы с общением будут больше. И, соответственно, будет происходить центрация на человеке. Конкретно. Такая история в данном случае. В данном случае. И с этим, мне кажется, и нужно работать. Вот. Это психотерапия. Отказываться ни от чего не нужно. Потому что все это важно, все это связано с вами, все это. И вы просто научиться управляться этим. А сейчас вы этого не очень умеете, я бы так сказал. Может быть, даже не задумывались никогда об этом. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Пока. Удачи. Обращайтесь.